МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я считаю, что это и есть большое счастье, когда... Когда я в коллективе, я счастлива, когда светит солнце. Когда ты в согласии с самим собой. Когда ты... Ты нужен как человек кому-то, как руководитель, как учитель. Когда все здоровы, когда соблюдаются все традиции. Когда ты занимаешься любимым делом. Та профессия, которую ты выбрал, приносит тебе удовольствие. Когда человек приходит на работу, и он счастлив от того, что ты все это видишь, ценишь, любишь. Когда ты можешь делать что-то для людей. Большое счастье тоже делать добро людям. Еще за это деньги получать, это вообще удовольствие просто. Моя работа приносит мне счастье. За один день наша съемочная бригада услышала эту фразу от нескольких десятков человек. Все они работают в открытом акционерном обществе Институт Гомельпроект. Сегодня работники Института, особенно его старожилы, понимают, что их судьба была определена еще 28 лет назад, когда директором зарождающейся в бурное время перестройки новой проектной организации Института Гомельпроект стал молодой и смелый лидер Александр Иванович Тишкевич. Мы все на знаменах написали. Одна из моих задач и принципов – это чтобы люди на производстве, в коллективе были счастливы. Я же понимаю, что к счастью привести нельзя. Но создать условия определенные, например, уважение, что человек никто не обидит на работе, его никто не обидит, не оскорбит и не унизит. Но это разве плохо, если я это записал? Это значит, и другие не дам это делать. Простая истина, но такая важная. Подобное мышление Александра Ивановича в те времена, да и сейчас, многие не разделяют. Но самое главное, что сотрудники Института сразу приняли установку директора. Ведь комфортная атмосфера в коллективе, пожалуй, в первую очередь способствует раскрытию творческого потенциала людей. На самом деле творчество во всем. Во всем. В том числе, в первую очередь, профессии. Очень трудна профессия. Творческого человека, который хочет что-то сделать иначе. Но зато какая радость, какая благодарность, когда ты видишь свое творение. Если его не сильно испортили во время строительства, то радуешься. Отворение рук проектировщиков и архитекторов Гомель-проекта действительно радует глаз. Они много построили и планируют построить в Гомеле и области. Новая современная поликлиника со взрослым и детским отделениями в 17-м микрорайоне Гомеля. Жилые дома в 18-м микрорайоне областного центра. Реконструированное административное здание СЭС Гомель-Ратон. Железнодорожный вокзал в Жлобине. Мемориальный комплекс в честь битвы за Днепр в Луеве. Поработали и над преображением санатория «Солнечный берег». А каким самобытным стал туристический комплекс «Лясковичи» с замечательными домиками летнего типа, с гостиницей и музеем природы. Но основной рынок, на который работает институт, российский, в том числе Крайний Север и, конечно же, Москва. Нашли для себя, что лучший рынок – это российский Москва. Там все, во-первых, технологии, сегодня весь мир там работают, самые передовые. И лучшие, зодчие миры работают там. Конкуренция очень высокая. И, ну, можно увидеть сегодня то, что к нам придет там через сколько-то лет. А мы это уже строим. Это здорово. Институт «Гомельпроект» не жалеет денег на закупку новейшего программного обеспечения и техники для проектирования, а также для обучения персонала. «Гомельпроект» во многом был первым, так как сделал ставку на самое новое и прогрессивное. В числе первых освоили и увидели необходимость автоматизации проектного дела. И даже какое-то время возглавляли это направление, были головной организацией Беларуси в Министерстве по автоматизации проектного дела. И до сих пор мы тоже находимся на, как я считаю, на высоком уровне. Мы давно работаем с БИМ-технологией. Когда работаешь не с плоскими моделями, а работаешь с пространственной моделью здания. Когда пришел, то, конечно, искал из системы управления. У меня свое представление сложилось, потому что я с институтских времен увлекался теорией управления и много читал, даже думал в науку идти по этому направлению. Но потом жизнь иначе распорядилась, о чем не жалею. Но любовь к науке управления и внедрять ее в практику – это очень интересно, это полезно. Уже в самом начале своего творческого пути в качестве директора института Александр Иванович четко понял, что главное – это люди, которые придут сюда работать. И очень важно, что они увидят и ощутят, как себя поведут. Одно дело, если человек пришел на работу – просто выполнять то, что положено от звонка до звонка. Другое – если он будет жить вместе с компанией, создавать законы ее существования, устанавливать правила, рождать легенды для тех, кто придет на смену. Один из принципов работы Александра Тишкевича заключается в том, что нельзя терять темп. Как только показалось, что все идет слишком гладко, надо ставить новую интересную задачу. Надо предложить такую идею, которая бы была значима и для общества, и для института, чтобы она была интересна людям, чтобы с ней можно было выйти на новый уровень. Так президент Украинской ассоциации качества Петр Калита сумел в четырех строках изложить то, что в книгах по менеджменту объясняется сотнями слов. С ним Александр Тишкевич абсолютно согласен. Признание человека на работе очень много знает. Когда правильно оценивает, когда есть друзья на работе, когда есть коллеги, с которыми ты работаешь и которые тебя понимают. Когда-то в Гомель-проекте договорились, что на планерках не будет никаких разборок, а людей будут оценивать не по ошибкам и недостаткам, а по их достоинствам, конкретным делам, творчеству и замыслам. Здесь понимают, что человеку необходимо признание, результаты работы должны оцениваться не только материально. Поэтому в институте придумали золотые и серебряные значки, почетные грамоты, которыми награждают сотрудников в день рождения института. Многие отмечают, что в Гомель-проекте работа и творчество — это целостный спектакль, который нашел отображение в ряде игровых фильмов, созданных талантливыми сотрудниками. Почему и театр, почему и капустники? Потому что человек иначе себя вдруг показывает, которую страна, ты его не знал. А он раскрывается, он вдруг поет. В общем, мне это интересно, я считаю, что это важно. Каждый человек выбирает свой жизненный путь. Когда-то Александр Тишкевич спросил у матери, как надо жить. Она ответила, «Я со мной-ка не знаю. Главное — к людям хорошо относиться, помогать и любить их». Судя по всему, материнские слова не стали для сына пустым звуком. Он помогает людям, уважает их. А еще Александр Иванович — ценитель литературы и искусства, поощряет любовь к прекрасному своих сотрудников, шутит и не боится быть смешным. Он член-корреспондент Белорусского академического центра Международной академии архитектуры, академик Белорусской инженерно-технологической академии, действительный член Международной гильдии профессионалов качества, имеет почетный нагрудный знак «Лидер качества Республики Беларусь» и сертификат «Лучший руководитель организации строительного комплекса государств-участников СНГ». По итогам работы в 2015 году Александр Иванович Тишкевич признан «Человеком года». Руководство Гомельской области посчитало его кандидатуру лучшей в номинации «Лидер». Поэтому для меня это неожиданно. Вот, спасибо за признание. Теперь сложнее работать будет, надо соответствовать этому. Спасибо я хочу сказать своему коллективу всему, конечно. Институт Гомельпроект сегодня – это четырежды лауреат премии правительства Республики Беларусь в области качества. Шестикратный победитель международного конкурса стран СНГ на лучшую строительную и проектную организацию. Призер многих международных и республиканских конкурсов. Двукратный победитель международного турнира по качеству стран Центральной и Восточной Европы в номинации «Малые и средние предприятия». Обладатель сертификата EFQM признание качества в Европе 5 звезд. Гомельпроект сегодня – одна из лучших проектных организаций Беларуси. Это особая атмосфера устойчивости и порядка. Это уверенность, что тебя не оставят в беде. Здесь нет повторяющихся проектов. Здесь директор, несмотря на самое заманчивое предложение, остается верен своему коллективу. В конце концов, это искренние и счастливые люди, о которых профессор Московского государственного института стали и сплавов, академик Академии проблем качества Юрий Адлер сказал, «Это проектный институт, которого не может быть, не должно быть, но который все-таки есть». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова